Приветствую вас! И для того, чтобы отпустить человека, иначе говоря, избавиться от зависимости от него, нужно выполнить ряд задач. Первая задача заключается в понимании того, что раз машина ушел, то ему с вами было не по пути, он вами не брошил так сильно, и он с вами не был счастлив. Ну, потому что обычно счастливые люди не бросают того, кто делает их счастливыми. Ваш мужчина вас бросил, и это значит только то, что значит. Следующее, о чем нужно сказать, что если вы любите его, то вы хотите сделать его счастливым. Поскольку он и сейчас только что сказал, что мужчина не был счастлив с вами, то значит, вы, если бы любили его и относились к нему только в личном смысле, то были бы за него счастливы, что он осознал себя, понял, что ему ну и сейчас живет счастливым. Но вы не можете за него рядоваться, вы переживаете. Переживание это связано с тем, что вы через него удовлетворяли свои какие-то потребности. И вот эти потребности вам необходимо выявить для того, чтобы понять, в чем вы зависим от него, что он вам давал такого, что вы сейчас не получаете. И это не относится к личным отношениям в вашем смысле. Это что-то лично ваше. Будет понимание этого, вы сможете добиться этого самостоятельно, тем самым перестав зависеть от мужчины и надаться в нем. Конечно, ваша бодренность, которая удовлетворялась через него, не сразу начнет удовлетворяться так, как нужно, не через него. Но, по крайней мере, вы уже будете знать, в чем именно, значит, мужчина вас к себе привязал, чем именно мужчина вас к себе привязал. И тогда, таким образом, у вас будет больше шансов на то, чтобы, собственно говоря, избавиться от новички. Ну, а дальше необходимо следовать общим достаточно рекомендациям. Это увлечение какими-то моментами, хобби, общение с другими мужчинами, осознание себя привлекательной, интересной, желанной, понимание причин, по которым мужчина вас бросил, оставил. То есть, анализ ваших отношений и осознание причинно-следственных связей между тем, что у вас было, и результатом в виде расставания. Соответственно, если можно, максимум новых впечатлений, максимум живого, полноценного общения, которое бы отвлекало вас, которое давало бы вам детям эмоции, постепенно вытесняющие мысли о молодом человеке. То есть, все надуманное, все то, что является именно вашим. И вот то оставшееся и даст вам понять, что же, собственно, вас в мужчине так сильно удержит. И вам будет проще с этим разобраться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.